Сингапурская академия корпоративного менеджмента Добрый день, уважаемые коллеги! Я думаю, что могу уже называть вас коллегами, вы будущие доктора, приложите к этому массу усилий. Я рад приветствовать вас на этой программе. Думаю, что первую часть о том, что такое академия, какие требования к поступлению в ней, расскажет Владимир Сергеевич. Потом я подключусь к тому, как должна выглядеть диссертационная работа, чтобы она устраивала и российскую, и зарубежную часть, и экспертов, и официальные органы, которые будут утверждать эти работы. Коротко, в цифрах. Обучение в рамках программы PHD длится 18 месяцев, то есть ровно полтора года. Если вам потребуется для вашей работы дополнительное время, это обсуждаемо и решаемо. Стоимость программы, полная стоимость, 28,5 тысяч фунтов стерлингов британских. И грант покрывает большую часть этой суммы. Действительно, тем из вас, кто заявится по актуальной теме, тем из вас, кто успешно пройдет интервью, стоимость программы составит всего 7300 фунтов стерлингов. Это достаточно большой грант, он один из самых больших, и практически нигде в мире докторантура грантом не покрывается полностью, потому как часть, которую должен инвестировать, собственно, докторанцы, искатель, это некий, ну, скажем так, нельзя сказать триггер, да, ну, по крайней мере, это инвестиция в себя. И программа интереснейшая. Она обширная, она большая. Там есть 18 больших тем. Поправлюсь. Значит, у нас есть 8 основных тем, и есть темы дополнительные. Дополнительных тем тоже порядка 8. Могут быть еще темы факультативные. То есть, все зависит от того, какую тематику для защиты вы выбираете. Ну, в общем, в среднем такой расчет, что одна тема в месяц, и последний месяц на подготовку и защиту, это то, что по темпам вполне посильно, интересно, это мобилизует. И как уже в предыдущем интервью мы с Андреем Юрьевичем обсуждали, задача докторанта в первые же дни после зачисления вгрызаться, вчитываться, погружаться, оккультуриваться. Работа наша с вами, я бы сказал так, она и вовлекает, она не тяжелая, действительно так, она интересная. Вы общаетесь здесь на кампусе, общаетесь в онлайне с людьми уровня Академии наук. И напомню то, что каждый докторант имеет возможность в журнале ВАК разместить свои научные статьи по российским требованиям. Их должно быть две. Не менее двух, если мы хотим идти на кандидатскую, к примеру. Ну и напомню, у вас по максимуму, что может произойти? Вы можете получить, во-первых, два диплома, PHD, сразу же Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента и Британская Академия Бизнеса. И дополнить, в случае, если это требуется, еще и кандидатской, да, тоже определенная процедура предстоит для этого, уже по, ну скажем так, советской системе, не побоюсь этого слова, да, то есть, которая принята у нас и в России, и в странах СНГ. И вот мы вспомнили про то, что бывшие страны Варшавского договора, еще некоторые, да, тоже опираются на эту систему. В общем, то, что вам предстоит, это увлекательнейшее путешествие, которое очень быстро окупается. И в предыдущем интервью вы можете посмотреть, я обязательно делаю такие отсылы, насколько серьезно возрастает спрос вообще-то на людей, думающих. А если вы защитились, это признак того, что вы умеете думать системно, излагать свои мысли, доказывать, опровергать, если это требуется, рассматривать это все стратегически, развивайте сразу же, и критическое мышление. То есть, здесь очень серьезная подготовка к тому, чтобы вы по-другому посмотрели на мир, на организацию, в которой вы работаете, или вам предстоит только работа, и на самого себя, что самое важное, наверное. Да, помним такие изречения великих философов, хочешь изменить мир, начни с себя, да, самая большая победа над самим собой. Но я сейчас не цитирую, я думаю, что это получится у Андрея Юрьевича. Андрей Юрьевич, что произойдет с кандидатом в момент, когда он решится поступить на программу PHD, и когда будет назначено интервью, собеседование с вами? Ну, я хочу начать с нескольких банальностей. Цитат. Первое, наверное, самое банальное, это то, что расходы на образование, это не издержки, это именно инвестиции. Вы инвестируете в свой профессионализм, вы инвестируете в компетенции, вы инвестируете в свое будущее, настоящее, в своих детей, в свои возможности. Поэтому, естественно, ваше стремление повысить свой образовательный уровень, повысить свой исследовательский уровень, они, несомненно, будут вознаграждены. Вторая банальность, с которой я тоже хотел, наверное, начать, я не планировал, но вдруг почему-то мне это захотелось. Если вы считаете, что можно украсть дом, то его действительно можно украсть. Если вы считаете, что можно украсть жену, как бы это ни было прискорбно, ее можно украсть. Но ваши знания, ваши умения, ваши навыки у вас никто никогда не украдет. Это тот капитан, который останется у вас на всю жизнь. И вы его будете приумножать, даже если будете бесплатно им делиться. Все свое ношу с собой. Да. Известное изречение. Поэтому будем рады видеть вас здесь. Еще раз хочу сказать, что сумма 7300 фунтов, эта сумма небольшая. Более того, насколько я понимаю, даже после гранта и эту сумму, если у вас достойный работодатель, тоже может покрыть за вас работодатель. Это частое явление, да. Да. Соответственно, существует такой тип договора, как ученический договор. Можете воспользоваться этим правом. Предложите его, кстати. Да. Почему нет? И ваш работодатель, я думаю, с радостью подпишет с вами этот договор, поскольку он будет заинтересован в сохранении замечательного работника. А такой договор обычно подписывается, что после того, как вы отучитесь, вы еще три года должны будете отработать на этом месте. У вас будет рост, и в то же время у вас будут знания. Ну, а предприятию, насколько это интересно, во-первых, на сайте компании можно будет разместить количество вообще докторантов, кандидатов в науку. Это всегда тоже определенный показатель. Сегодня мы хотели начать несколько мини-бесед на тему, как пишется исследование, зачем оно пишется, кто его пишет, кто помогает в этой работе, кто мешает в том числе. Остановимся кратко на тех позитивных моментах, которые вам предоставит это исследование. В первую очередь, вы получите большое моральное удовлетворение. Получите удовольствие от этой исследовательской работы. Во вторую, конечно же, уже упоминалось, что вы имеете возможность получить сертификацию ответствующую, то есть диплом PHD вы можете получить, в том числе диплом, пройдя процедуры, это отдельная процедура, но они выполнимы. Процедура, которая требует высшая аттестационная комиссия Министерства образования, вы можете получить в том числе степень кандидата наук по тому направлению, которое вы выберете. Четыре базовых направления в программе PHD Сингапурской академии это философия, культурология, политология и психология. Социология. Но психологии там будет много, неспроста Андреевич, я так сказал. Прошу прощения, социология. Агюст Конт говорил, что это царица всех наук. Вопрос важный, но спорный. В то же время социология дает для всех наук, для большинства наук, инструментарий в виде методов изучения социальных явлений, и одна из наших тем, которые мы будем сейчас с вами рассматривать, в том числе будет касаться методов. Если позволите, несколько кратких вводных о том, чему будет посвящен вот этот мини-спецкурс, который направлен на изучение того, как нужно правильно готовиться, писать и защищать диссертационную работу. Во-первых, конечно, мы познакомимся с... кратко познакомимся. Мы познакомимся с вопросами, как правильно формулировать актуальность, научную и социальную новизну проблемы, которой вы будете заниматься, как выбрать и определить, верно очертить границы объекта и предмета исследования, как определить другие рамки, которые требуются в той или иной профессиональной области для того, чтобы осветить в рамках введения все эти вещи освещаются именно в начале работы, как поставить, как сформулировать цель или поставить правильные задачи, которые будут соответствовать и тематике, и цели, и тому содержанию, которое, собственно, вы будете реализовывать в вашей работе. Наконец, какие методы выбирать, какие способы достижения искомого результата для того, чтобы разрешить те задачи, которые вы ставите в исследование. Ну и каким образом формулировать выводы, какой справочный аппарат необходим, как его технически размещать, у нас будет небольшой видеокурс и будет текстовое приложение, которым можно будет пользоваться. Я думаю, что эти материалы станут для вас удобным инструментом для погружения в тематику диссертационного исследования, внешнее погружение. Естественно, внутреннее погружение будет зависеть в первую очередь от вас, потому что вы будете работать с материалом, вы будете перемопачивать, переживать внутри себя этот контент и именно вы будете выражать то мнение, которое вы хотите вынести на суд высокого жюри для защиты своей диссертационной работы. Еще раз хочу подчеркнуть, что диссертационное исследование это именно исследование. Да, у него есть технические требования, но очень важно ваше личное отношение, то, что лично вы привнесли в это исследование, будь то это методы, новые эмпирические материалы, обобщение, систематизация существующих концепций, в любом случае вы выдадите некий новый продукт, который будет представлять из себя отдельное законченное исследование. Сразу хочу сказать, что параллельно с написанием и с подготовкой диссертационного исследования можно заниматься подготовкой статей, рефератов, прочих научных работ, обзоров, которые в случае опубликования будут весомым подспорьем и будут показывать ваш профессионализм, вашу подготовку и будут способствовать тому, что ваша защита и потом утверждения пройдут успешно. Я даже дополню, если вы позволите, Андрей Юрьевич, каждый докторант имеет возможность давать интервью и вообще отдельно можем писать доклады именно здесь для канала Digital Russia, Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента и рекомендации вы слышали из уст доктора исторических наук, если не ошибаюсь. Правильно? Все. Значит, соответственно, у вас, коллеги, есть прекрасная возможность быть сопровождаемым на протяжении всего курса на протяжении 18 месяцев очень зрелыми тьютерами, которые прошли это в разных школах, в разное время, в разных странах и стать, я не побоюсь этого слова, элитой общества. собственно, потребность в кадрах для высшего управленческого звена, она огромная сейчас, это подчеркивает буквально все, ну, подчеркивается на всех форумах, на всех сайтах тематических, которые так или иначе исследуют на порталах, да, на которые исследуют проблематику, связанную с трудовыми кадрами, с трудовыми вообще процессами, с законодательством в этой сфере, ну, и везде подчеркивается, что нехватка, просто голод кадровый огромный сейчас на территории Российской Федерации, и нужны думающие, грамотные люди, вот, собственно, у вас есть такая возможность получить степень PHD, ну, а заодно, если есть желание, выйти еще и на ВАГ, ну, и защититься как кандидат. Итак, уважаемые коллеги, первой частью нашего специального курса будет являться то, как написать введение, как его подготовить и написать. Ну, в первую очередь, зачем это необходимо? Для чего введение? Ну, введение необходимо по, как минимум, трем важным составляющим. Первое, потому что это обязательное требование, что для PHD, что для диссертационного исследования по требованию ВАГ, без этой части, просто по регламентным техническим вопросам, по ГОСТу у нас существует ГОСТ для этого. Не пройти. То есть, нет введения, нет диссертации. Даже если вся остальная часть выполнена замечательно, потому что это одно из требований. И это важное требование. Вторая важная составляющая, потому что написание введения показывает степень владения вами материалом. Именно во введении вы формулируете свои задачи, свои гипотезы, выдвигаете основные положения, которые вы планируете вынести на защиту. Кроме того, вы показываете знания того, что и как изучалось в этой проблеме до вас, где, какие вещи изучены хорошо, что именно из этого можно считать законченным, а где есть возможности для продолжения исследования. Вы вычленяете свою часть именно во введении и, соответственно, демонстрируете то, каким образом вы будете дальше продвигаться. И, наконец, последняя, третья причина, почему это важно. Это важно потому, что люди, которые будут знакомиться с вашей работой, они, в общем-то, тоже привыкли к структурированным знаниям, к структурированной подаче информации. И для них введения это понятная часть работы, которая сразу вводит их в курс предмета, того, для чего, собственно, они начинают читать. И если им становится неинтересно и неважно уже с момента введения, то с большой долей вероятности до замечательной основной части они могут не дойти. Но пишется работа не для этого. В общем, друзья, без введения нет рождения будущего докторанта и доктора. Видите, как красиво. Поэтому это основная часть. И так, как я уже говорил, во введении должны быть освещены следующие вещи. Актуальность задачи, актуальность исследования, его новизна, предмет, объект исследования, цель и задачи для тех исследований, где важно источники, методы, экспериментальная база и так далее. И здесь же вы формулируете первоначальные большие гипотезы, если они у вас есть. Хочу сразу сказать, что большая часть работ пишется не в том порядке, в котором ее читают. Это нормально. Большая часть работ все-таки начинается с содержания, потом чаще всего пишется заключение с выводами и только потом введение. Поэтому если у вас нет введения в начале вашей работы, не переживайте. Это абсолютно нормально. Но вы его все равно должны будете сделать. А поскольку формально оно является первой частью и читатель будет знакомиться именно в таком порядке, у нас первая часть и будет посвящена введению. Что такое актуальность и зачем этот формальный пункт требуется? Во-первых, даже определена составляющая этого пункта. Оно должно составлять до десятой части вашего введения. Это может быть полстраница или одна страница. Обычно это так. Это не одна строчка и это не отдельная работа. Вы можете написать отдельную работу, которая будет посвящена обоснованию актуальности. Это будет отдельная тема исследования, но даже у этой работы будет ее собственная актуальность. Это может сделать статью в журнале ВАР. Совершенно верно. Что же касается собственной актуальности, то это объяснение того, почему необходимо с социальной общественной точки зрения проводить это исследование в настоящее время. Одновременно же ставится вопрос о научной новизне. То есть помимо общественного значения вы проводите научное исследование, вы показываете в чем заключается научная значимость вашей работы, в чем заключается его новизна. И с этих двух позиций соответственно вы в рамках объяснения актуальности должны ответить в своем коротком сообщении, в своем коротком введении на следующие вопросы. что вы делаете? Вы восполняете какие-то пробелы в науке, вы приходите к новым вопросам, то есть вы напротив ставите новые проблемы, формулируете ее, как я уже говорил, сформулировать проблему это тоже решить определенную задачу, решать уже саму проблему могут другие исследователи. Вы выражаете свою точку зрения, обоснуете ее, доказываете, но уже казалось бы многими исследованный процесс, но вы нашли какие-то неожиданные составляющие. Наконец, вы в новых условиях, как-то иначе, с точки зрения современности, смотрите на те вещи, которые уже исследовали. Ну и наконец, очень важно, что вы можете применять для анализа какой-то ситуации те или иные новые методы исследования, проводить эксперименты, которые раньше не проводились и соответственно, либо проверять и доказывать уже существующие выводы, либо опровергать их. Наука не стоит на месте, она развивается и, соответственно, с новыми методами может изменяться и актуальность. Какие, на мой взгляд, очень важно понять, какие вещи важно коротко отразить. Важно коротко отразить, во-первых, общественно-политическую и социальную важность вашей темы. Это зависит от, собственно, вашей темы исследования. Если вы занимаетесь изучением общественного мнения, то, соответственно, вам нужно показать, что изучение общественного мнения, оно необходимо для формирования гражданского общества. Да, и вообще демократия из общественного мнения. Невозможно. Если вы занимаетесь изучением гендерных вопросов, то, наверное, такая формулировка для вас уже не подойдет. Для вас нужна будет формулировка, которая связана непосредственно с темой. Допустим, в чем важность паритетного представительства женщин, различных социальных групп во властных структурах? Как это реализуется в других странах? Какое значение это может иметь для России или для какой-то другой страны, в рамках которой вы выберете объектом и предметом своего исследования? И так далее. Я сейчас вместе с Владимиром Сергеевичем обозначили некий круг, но очень часто уже на этом первом этапе делают определенные ошибки. И, наверное, наступать на грабли в самом начале или, наоборот, в конце исследования, но то, с чего начнут читать, не стоит. Какие же самые главные, на мой взгляд, ошибки есть при формулировании актуальности? Я скажу, что самая типичная ошибка, которую я не раз встречал и у своих аспирантов, и у дипломников, это то, что они пишут, что тема абсолютно никем не исследована, и поэтому она актуальна. Это отписка. То есть, никто до вас ничем не занимался, вы единственный человек, который вот сейчас будет этим заниматься. Понятно, что вы не проработали тему, дальше никто читать не станет, будут считать, что вы не готовы защищать диссертацию. Вторая такая тоже достаточно типичная ошибка, это нарушение структуры. Актуальность есть, но она указывается где-то, скажем, во второй главе. Она может быть очень хорошо и красиво вписана в общий контекст, но ее там никто не ждет. Те, кто читают, они ждут ее в самом начале. И когда они ее там не видят, у них тоже червь сомнения закрадывается. Да, коля я буду искать. Ну и наконец, наверное, самая постыдная, на мой взгляд, ошибка, это когда актуальность собственно не соответствует теме исследования и контенту, который вы выносите. Друзья, оказывается, мы и постыдные темы тоже обсуждаем. Если вы не будете допускать этих ошибок, если вы будете формулировать актуальность правильно, вы можете смело переходить к следующим разделам. Как я уже говорил, очень важно писать эту часть. Чаще всего ее пишут в конце, некоторые пишут в начале, кто-то пишет в середине. Но, если вы начинаете с введения и вы сформулировали актуальность, то со временем она может измениться. Вернитесь к введению, проверьте актуальность, скорректируйте ее. Больше того, когда вы полностью завершили диссертацию, сравните с основными целями, задачами, выводами и, может быть, еще раз скорректируйте либо актуальность, либо, скорее всего, научную новизну. И то важное и новое, что вы смогли привнести. Андреич, я правильно понимаю, что работа должна быть цельной, свежей, структурированной, с которой прям приятно не просто взять в руки по объему, но почитать, получить эстетическое удовольствие. Совершенно верно. Взять в руки и получить эстетическое удовольствие от того, что ты взял бумагу со свеженопечатанным шрифтом, это тоже хорошо, но если там умные мысли, которые хорошо изложены, текст грамотно структурирован, он легко читается, написан простым, но в то же время научным языком. Это вот именно на купюрах сохраняется. Простой язык, понятный, очень, да, все очень, очень с докторской перекликается. Я надеюсь, что так и будет. Я думаю, что мы сейчас с Владимиром Сергеевичем ответили на какие-то определенные моменты, связанные с актуальностью, и можно переходить к каким-то другим вопросам, которые освещаются во введении. Считаем, что с введением мы завершили? Нет, с актуальностью. только завершили. У нас есть еще один, аспект, пожалуйста. Даже не один, а несколько. Несколько. Очень важный в научно-теоретическом построении фактор, это фактор определения объекта и предмета исследования. Обычно формулируют предмет и объект исследования, но правильнее выстраивать их именно в порядке объект, как более крупная единица и предмет. Я уже говорил вот на предыдущем нашем интервью, в предыдущем нашем интервью, что мой научный руководитель в рамках объекта и предмета, мне говорим, что бывают слишком расширенные и слишком зауженные темы. И то, и другое скорее всего, чаще всего является ошибкой. Поэтому необходимо формулировать и избирать объект и предмет именно такими, какими они необходимы для вашего конкретного исследования. Не для области знаний, не для человечества или какой-то социальной группы, а для исследования, которое вы проводите здесь и сейчас. Если говорить об определении, то мне понравилось вот такое определение, которое дал Николай Алексеевич Косолапов. Предмет это целостная составляющая объекта исследования, определенный аспект его рассмотрения, одна или несколько сторон, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом наиболее существенные свойства, признаки отношения, характеризующие общий объект исследования. Что здесь очень важно? Здесь важно, что объект это целостное явление или процесс, на который будет направлено ваше исследовательское воздействие. А предмет это часть этого объекта. допустим, объектом исследования миграционной политики будет естественно, что политика Российской Федерации в области миграции. А предмет будет связан с тем, каким образом Российская Федерация выстраивает, какие органы выстраивают и так далее. То есть, это части этого объекта, причем, чаще всего, это, тавтология, извиняюсь, далеко не весь объект, а только какие-то его сегменты или может быть всего один сегмент или сектор. И можно выделить здесь как первичные информационные составляющие, так и вторичные. Что здесь имею в виду под первичными? Первичные для правового это будут законы, подзаконные акты и так далее. Вторичные это их трактовка, это их обсуждение в гражданском обществе, в политических партиях и так далее. Могут быть еще определенные слои и все это может быть предметом вашего исследования. Просто нужно правильно это формулировать вместе с задачами, гипотезами и другими инструментами. Как и в предыдущий раз, наверное, целесообразно остановиться на таких аспектах, как правильные и неправильно сформулированные предметы и объекты исследования. Но пример вы очень хороший привели. Да, ну я сейчас попробую, я уже попробовал на самом деле как-то классифицировать те ошибки, с которыми я встречался. Давайте озвучим их. Да, давайте озвучим. Итак, первое, наверное, такая же, как и для актуальности, когда, собственно, отсутствуют объекты, предметы исследования. Ну их просто нет. Это не значит, что вы о них не думали. Скорее всего, вы просто забыли про это написать. Забывать не стоит. Это случается редко. Гораздо чаще бывает, когда перепутаны объекты, предметы исследования. Это на самом деле отнюдь не техническая ошибка, хотя может быть таковой. Это ошибка вашей методологической, это ваш методологический пробел. И это уже достаточно серьезно. И наконец, чаще всего встречается объект определен, а предмет выделен неправильно. Что это значит? Это значит, что вы действительно занялись этим в последний момент, не успели, не додумали. Думайте сразу обо всем. О контенте целиком, о формулировании гипотез, о выводе доказательств, о том, как вы будете это писать, и о том, как вы будете это представлять на суд. И если это касается объекта и предмета, то, пожалуйста, используйте это. Мне, по крайней мере, вот с первого раза все вроде бы понятно, но я думаю, что у каждого докторанта остаются вопросы, и вы сможете их задать профессору и, соответственно, доктору исторических наук, тьютеру Андрею Юрьевичу. Собственно, вы не останетесь представлены самому себе, да, то есть вы будете ведомы на протяжении всех 18 месяцев. И, кстати, в зависимости от первоначально поставленной задачи, потому что задача может быть у вас немножко шире, ну, к примеру, вы хотите защитить кандидатскую, мы изначально, как вы говорили про введение достаточно подробно, поставим эту задачу во главу угла, то есть будем тогда идти уже по нескольким направлениям, проверяя работу на соответствие. Важным, это касается всех работ, не только диссертационных, это касается работы ниже уровня, является формулирование того, собственно, для чего, на что направлено наше исследование, а что сделали вы. Для того, чтобы понять, что сделали именно вы, нужно понять сначала, что сделали другие. Наверное, это не столь интересно для вас, но для многих это может представлять отдельный интерес. Андреич, я уточню, вы сказали о том, что этот подход касается работ уровнем ниже, речь идет о чем? О магистратуре? Или речь идет о том, что у нас есть в том числе преддокторантура? Это касается даже курсовых работ. И курсовых работ в том числе. Да. Но в частности, для тех из вас, кто хочет принять решение, как-то подготовиться, пропитаться, оккультуриться, так скажем, перед тем, как выходить на работу, собственно, научную и поступать в докторантуру Британской Академии Бизнеса и Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента, вы можете прослушать некоторые курсы в рамках преддокторантуры. То есть, мы можем дать такую возможность прекрасную, но для этого необходимо пройти такие собеседования, подать заявку, то есть, вся та же самая процедура. Вот, я вот хотел прокомментировать этот момент, отлично. Да, я думаю, что это даст дополнительные возможности и дополнительный стимул для многих, кто сейчас почему-то еще не готов, как он считает. Я думаю, что это очень важно. Ну, вернемся к описанию необходимости знакомства с исследованиями других ученых, которые занимались этой проблемой, проблемой, которая перекликается с выбранной с выбранной вами проблемой. Смежными. Смежными проблемами. Либо они использовали те методы, которые будете использовать вы, и использовали их либо успешно, либо, напротив, неудачно. И, соответственно, вы будете использовать те же методы, но для других, для изучения других процессов. Когда я еще был студентом, у нас ходила такая байка, что есть три этапа цитирования. Здесь очень похоже на то, как вы можете писать в работе об изучении другими исследователями, то есть, степени изученности, говоря научным языком. Догадываешься, что нулевой этап, это прям передирание один-он-один. Почти. В нашем было так. Первый этап, по сути, в самом начале обучения, ты четко цитируешь метров и говоришь, что эта цитата относится к этому метру. Это его мнение. Естественно, ты это полностью одобряешь и разделяешь. Второй этап, ты уже немножко обленился, ты выдвигаешь собственные версии, но выдаешь их за мнение метров, демонстрируя тем самым свой глубокий уровень познания в различных областях. Ну и, наконец, третий, самый продвинутый, это когда ты уже ознакомился таки с мнением метров, но выдаешь их за собственное мнение, поскольку считаешь их действительно правильными и выдающимися. Я бы добавил, что, наверное, самый важный это четвертый этап, к которому вы должны прийти сразу. Уровень царя Соломона уже уже фактически. ее будет кто-то изучать. Совершенно верно. Мало того, я думаю, мы можем рассмотреть варианты кооперации, когда несколько докторантов исследуют темы, и в зависимости от глубины, масштаба, можно разбить весь спектр исследований на какие-то логические блоки, которые будут иметь названия, которых будет достаточно для того, чтобы претендовать на защиту своей точки зрения, на научную работу. Мы можем их каким-то образом или объединять, или группировать. Если темы будут близкие, у них будет общий объект, предметы изучения естественно будут разные, но у них будет общий объект, то это не просто допустимо, это очень рационально, это экономит время. Излагать может каждый по-своему, но общую концепцию можно делать и сообща. Абсолютно точно. Но защищать тоже придется каждому персонально. Персонально. Итак, какие же задачи стоят перед вами, когда вы приступаете к описанию исследований других авторов? Первая задача, вы должны вычленить тех, исследователей может быть очень много, вы должны вычленить тех, которые стали вехами, которые действительно внесли весомый, такой, мощный вклад в изучение этой проблемы. Фундаментальный. Естественно, вы говорите, что вот это, вот это, вот это. Более того, очень часто у этих исследователей есть свои ученики и сложились школы. И тогда можно говорить о том, что вот эту проблему или вот эту часть проблемы исследовала целая плеяда исследователей, которые составляют франкфуртскую школу, московскую школу, гарвардскую школу, или школу такого-то, сингапурскую школу. Очень хорошо, если у нас сложится сингапурская школа сингапурской академии. Русская сингапурская, вариантов очень много, да. Второе, что необходимо, это, естественно, вычленить роль отдельных исследователей, которые будировали эту проблему. Может быть, они не достигли каких-то супер выдающихся результатов, но зато они постоянно обращали других исследователей к этой проблеме. И каким образом они смогли это сделать, это тоже очень важно для становления науки и изучения вашей темы. Соответственно, если вы это освещаете, вы показываете владение информацией об этом явлении или процессе. Я думаю, мы можем как-нибудь сделать небольшое интервью, которое покажет уровень владения специальными терминами. Скажем, будирование, и мы можем так построить диалог, чтобы было молодым докторантам вообще ничего не понятно, но это, по крайней мере, привлечет внимание. Я постараюсь использовать русский язык, а не наукообразный. Далее, вы должны уметь проанализировать не только общие концепции, но и какую-то конкретную теорию, с которой вы либо согласны, которую вы развиваете. Это может быть отдельная статья. А может быть выдвигаете. А может быть выдвигаете. А может быть наоборот, вы ее оспариваете и считаете, что то, что в ней доказывается, крайне губительно, даже несмотря на то, что ее автор выдающийся исследователь. Ну и наконец, вы должны упомянуть тех исследователей, здесь можно очень коротко, которые в настоящее время занимаются этой или схожей проблемой и может быть пока еще на ваш взгляд не достигли каких-то результатов, но они находятся в процессе и даже в ходе вашей работы могут выйти или вот сейчас находятся в публикации, но еще не опубликованы, те работы, которые потенциально могут стать важными. Об этом тоже нужно сообщить и вы должны показать в том числе и то, что вы знаете о том, что эти исследователи есть и что такие исследования проводятся. Больше того, если вы находитесь с ними в каком-то контакте, переписке и так далее, это совсем не лишним будет упомянуть в вашей работе. Далее, конечно, этот раздел самый большой, обычно самый большой во введении, он занимает до половины введения, поэтому вы должны уделить ему серьезное внимание. По сути, это отдельная задача, которую вы не формулируете, скорее всего, в исследовании, но для себя лично вы ее должны таковой считать. И понятно, что когда работа большая, она достаточно большая, у вас могут возникнуть сложности и вы можете допустить определенные ошибки. На некоторых из них я бы хотел сейчас остановиться. Первая, самая, наверное, типичная ошибка, если вы просто перечисляете, что такой-то автор написал про то-то без анализа того, что он сделал, без анализа контекста, в каких условиях он это делал, почему он именно так сформулировал, может быть, на самом деле он думал немножко иначе, но ему запрещали излагать, либо какие-то другие обстоятельства были. Контекст архиважен, да, это правда так, потому что может меняться смысл кардинальный. Совершенно верно. Классический пример это выдернуто из контекста фраза Владимира Ильича Ленина учиться, учиться и учиться. Она была сформулирована на третьем съезде комсомола, фраза звучала так, учиться, учиться и учиться коммунизму. Вот одно слово, оно немного меняет общий контекст. Интересно. Это не значит, что не надо учиться, учиться и учиться. Ну, помнишь, там стоило триточие. обычно стоит многоточие. Одно слово, которое немножко корректирует, на мой взгляд, даже не немножко, весьма существенно корректирует. Автор хотел изложить иную мысль. Вторая ошибка очень часто, это то, о чем мы в самом последнем нашем тезисе останавливались, то, что игнорируются новейшие исследования. Вы отлично знакомы с ними, но почему-то не хотите про них написать. Или вы с ними не знакомы, тогда нужно восполнить это. Что тоже показательно, кстати. Идите в библиотеку, берите рефераты, берите диссертации, которые вышли только что, смотрите, там могло выйти то, что вам сейчас очень даже поможет. Наконец, очень часто люди впадают в другую крайность. Они начинают описывать научные работы, вплоть до перечисления мелочей, что для вашей работы в данном случае не существенно. Если предметом вашего исследования является изучение, скажем, история изучения какого-то вопроса, то да. а если все-таки нет, то не нужно. Вы уже демонстрируете определенной степенью обобщения и систематизации свои знания, не нужно опускаться до каких-то нюансов, которые не важны во введении вашей работы. Вы можете подискутировать в основном содержании вашей работы, ради бога, это допустимо, здесь не стоит. Ну и наконец, конечно, вы не должны забывать, что само введение обычно составляет около 15-18 страниц. Это 10-15 процентов от общего объема работы. Соответственно, если половину из этого составляет анализ существующих концепций, то примерно 8 страниц это абсолютно такой нормальный, то есть по авторского листа. Я еще раз хочу остановиться на тех вопросах, которые мы только что осветили. актуальность, предмет, объект, наконец, степень изученности, все эти пункты, они важны для любого исследования, естественно, научного, математического, гуманитарного, социально-политического, для любого исследования эти вещи важны. Есть вещи, которые важны только для определенных областей знания. Ну, например, для многих гуманитарных дисциплин и философия, и социология, социология не считает себя гуманитарной, но социальная дисциплина, для политологии очень часто важны бывают такие вещи, как локализация. То есть на какой регион распространяется, это необязательное требование, но если ваша тема с этим связана, вы тоже должны уделить этому буквально одну-две строки, но показывая тем самым, что вы уважаете читателей и доводите до него весь объем необходимый ему для дальнейшего погружения в вашу тему информации. Ну и, наверное, может быть еще много вопросов, которые мы смогли бы с вами обсудить в наших беседах, когда мы уже будем обсуждать непосредственно ваши конкретные исследования. Да. Здесь мы можем считать тему введения не до конца истерпан. Не до конца. Продолжаем. На мой взгляд, представляется важным остановиться еще на нескольких вопросах, которые освещаются в обведении, которые необходимы для проведения любого исследования, в том числе и исследования в рамках диссертационного исследования. Итак, первое, на чем необходимо еще остановиться, это те методы формы исследования, которые вы применяете. Ну, в самых общих чертах это могут быть компартивистские сравнительные методы, это могут быть количественные и качественные методы исследования. Но существует масса других классификаций, они вы можете выдумать, но обосновав даже собственную классификацию тех методов, которые вы использовали в данном конкретном исследовании. Последующие исследователи их могут применять, могут не применять, могут пользоваться вашей классификации, если она будет им удобна, могут, нет, но если это нормальный для вас удобный инструмент, это приемлемо, то есть вы можете выдвинуть собственную классификацию, ее отдельно будут отмечать, как то, что вы внесли, вы будете ее автором, вы будете ее автором. метод, что такое метод? Это путь, с помощью которого достигаются определенные знания, то есть вначале вы были здесь, потом вы что-то новое изобрели, а вот с помощью чего вы это изобрели, это и есть метод. Это такие приемы и способы, с помощью которых можно получить новые знания, можно провести рациональное, я подчеркну рациональное доказательство ваших предположений или их опровержений, потому что это тоже важно. Вы изначально можете в чем-то быть, даже вы убеждены и вдруг применяя те или другие способы, те или другие методы, вы приходите к выводу, что вы изначально были неправы. В общем смысле все-таки следует остановиться на нескольких группах методов, на тех устоявшихся классификациях, они уже разные, которые применяются в исследованиях. Андрей Ильич, можно акцентируя внимание на последней фразе, что вы можете выяснить, что вы были неправы. Вот, допустим, вы как исследователь продвигаетесь по плану, проработали уже огромный объем материалов, провели какие-то лонгитюдные исследования, начинаете систематизировать результаты, делать выводы, и вдруг приходите нежданно к выводу, что все, что вы проделали, оно ошибочно. Что делать в этой ситуации? Бывали ли такие случаи у исследователей, докторантов, и как это можно обратить во благо? сплошь и рядом. Во-первых, это не трагедия. Отличный вопрос. Это не трагедия. Вы пришли к выводу, что ваши предположения были ошибочны, но методы, которые вы использовали, оказались правильными. Значит, используя эти самые методы, вы можете получить правильные выводы. Вы на правильном пути. Вам осталось сделать, вы сделали один шаг, вы выбрали предмет-объект, вы выбрали методы, но у вас была неправильная гипотеза. Вам надо переформулировать гипотезу. Но в этой ситуации докторант все переписывает, выбрасывая предыдущие блоки, главы, объем материалов, или он каким-то образом изящно, красиво, значит, технически бывает по-разному. Если это в самый последний момент, то он изящно меняет, если честно. Но если есть время, то лучше выбросить и написать все заново. Вот здесь на самом деле фактор времени играет определенную роль, но это только с точки зрения защиты. Если же мы говорим об истине, а то к чему мы стремимся в научном познании, то на самом деле, конечно, неправильная гипотеза это совершенно замечательная вещь, и их можно отдельно исследовать. Вы не выбросите, вы вырежете, положите временно в стол, а потом вы из этого сделаете отдельное исследование, просто оно будет другим. Это не потерянное время, это время, которое вы себе сэкономили на будущее, а здесь нужно наверстывать. ну, или по-крайней мере эта работа проделанная делает вас где-то мудрее, то есть у вас уже есть определенный бэкграунд, в том числе перемещение по какому-то, может быть, казалось бы, тупиковому пути, да, тупиковой ветке, что ли. Один из моих знакомых профессоров Вячеслав Горовой, это было в достаточно давние времена, когда еще не было компьютеров, невозможно было записать вот так, он все набирал на машинке печатной, ехал на предзащиту и в метро оставил диссертационные тома. Кошмар. До защиты, то есть предзащита завтра, он приехал и сказал, что вот, к сожалению, значит, предзащиту перенесли, а защита уже стояла в плане, в МГУ там стояла в плане, перенести нельзя. Какой кошмар. И, соответственно, он писал все заново. Черновики у него какие-то были, но вот он все делал в цепь ноте очень быстро. И он сказал, что у него получилась новая работа. Новая, конечно. А через какое-то время он почему-то не подумал о том, что можно обратиться в бюро находок, что кто-то сдаст эти тома, они оставят их себе. Они нашлись. Они нашлись. И он после этого написал другую книжку по той же самой теме. В итоге он стал два раза богаче что-то скорректировал, но в итоге у него получилось два исследования. Просто объем материала, объем знаний у него был такой, что, в общем-то, было достаточно. О чем я хотел бы предупредить, может быть, даже через такую анекдотичную историю. я как-то сам в университете, в котором получал первое высшее образование, со своими друзьями в библиотеке работ, которые были, собственно, вынесены на защиту дипломные, мы наткнулись на очень интересные такие слова, близкие к тексту. Ну, например, с целью экономии вот эту стальную деталь мы меняем на черенок от лопаты, все равно эту ерунду никто читать не будет. И мы смеялись всем курсом, так сказать, над вот такими хохмами. Друзья, все ваши работы очень хорошо читаются, просматриваются, и если вы вдруг понимаете, что ваши ошиблись, Андрей Юрьевич сейчас абсолютно красиво, грамотно рассказал о том, что это может быть на самом деле основой для другой работы. Может быть, вы захотите потом продолжить выпустить какую-то новую статью, то есть ни в коем случае не заметайте это под ковер, не занимайтесь приписками, не меняйте сталь на черенке от лопаток, вот пусть лучше все будет по-честному. Владимир Сергеевич подвел к мысли о том, что можно наверное в какой-то критической, а может быть даже не критической ситуации сделать работу эффективнее. исследование это тоже работа и действительно для того, чтобы ее сделать, можно использовать то, что сделали другие. Именно поэтому можно, если это для вас не является целью, можно использовать классификации методов других и те методы, которые другими использовались. Я хочу вернуться все-таки о нескольких классификациях, на которые можно просто сослаться и сказать, что, скажем, Вильгельм Виндельбанд разделил все методы на две, номатетические и идеографические. Извиняюсь, что это наукообразие может быть для кого-то непонятное, но это термины, которые в науке устоялись. Что имеется в виду под первыми и под вторыми? Номатетические это те, которые доказываются, которые доказываются количественными вещами, а идеографические это те, которые доказываются только качественными способами. Соответственно, когда вы используете первую группу методов, у вас доказательства абсолютные. Скажем, столько-то килограммов макулатуры требуется для того, чтобы сделать столько-то килограмм бумаги. Вот в этом технологическом процессе это так, именно так. А в другом технологическом процессе это будет больше. Соответственно, здесь производительность и выход готовой продукции увеличиваются. Этот вывод, он бесспорный, он абсолютно доказан вот этими вещами, потому что он легко проверяется математически, то есть количественными методами. В то же время, есть вещи, которые так доказать невозможно или очень сложно. Доказательство этого будет требовать огромных ресурсов. Я вспоминаю свою встречу с американским исследователем, который говорил, что мы изучали, мы изучали, как влияет обучение наших сотрудников на эффективность корпорации. Так называемый пятый уровень по Киркпатрику. Вот тоже устоявшийся термин в ряде отраслей науки. И он сказал, что мы это смогли исследователь в двух корпорациях. Я спросил, почему только в двух? Вы же только в двух, да. Он сказал, это очень дорого, потому что исследование оказалось затратнее всех затрат, которые были потрачены на все обучение за год в корпорации. Да. Они оценили это, признали, что да, оно было эффективным, но с учетом этого исследования оно уже стало неэффективным и нерациональным. Поэтому они отказались от этих сумасшедших количественных методов с применением массы матриц, массы шкал и так далее. И обратились к другим качественным оценкам. А качественные оценки в данном случае были очень простые. Они спрашивали у руководителей стал ли лучше работать этот работник. И если они говорили да, значит его обучение было каким эффективным. А если работодатель говорил, что нет, значит вот то обучение было неэффективным. То есть иногда метод может быть другим. Важен результат, важно соотношение. Здесь это тоже очень важно. Важно, кстати, настроение начальника. Как показывает практика есть замечательные исследования, что, кстати, такие лонгитюдные. В одном из округов Соединенных Штатах Америки человек, который озадачился этим вопросом, провел исследование вердиктов судейских. И вывел, что решения, принимаемые утром, они обычно более благосклонны к тому, чтобы человека освободить от ответственности, смягчить. А вот с обеда это превращается в рутину. И сроки раздаются вот просто направо на левую сторону. Интересное исследование. И это к тому, что начальник, который говорит, что исследования, точнее, тельные методы привели к результату. Тоже человек. И может быть, может быть, так сказать, Вот то, что сейчас затронуто, на самом деле очень тесно связано с методами. Каким образом можно было бы эту ситуацию изучить, или как он это изучил. Это он изучил явно с помощью эмпирических методов. То есть, непосредственных, которые направлены на объект изучения. Общественные опросы. Наблюдение. Интервью. Это все непосредственные. Это методы. На самом деле, вот сейчас мы друг с другом разговариваем, делимся. Это, по сути, интервью. Мы готовим научную работу. Это метод. Метод, в данном случае не исследование, но это метод, способ взаимодействия. Он может быть и методом исследования. И, соответственно, вторая классификация, на которую вы смело можете ссылаться, это классификация по уровням. По уровням обобщения исследований. Есть эмпирические, когда вы действительно занимаетесь непосредственно объектом и предметом, с ним напрямую взаимодействуете и делаете вывод из этого взаимодействия. Опросили, скажем, какую-то группу респондентов, опрашиваемых, посчитали, сколько на этот вопрос так ответили, на этот вопрос эдак. Вы вычленили процентное соотношение, когда много данных, провели корреляционный анализ. Если совсем продвинутый контент-анализ засунули, все вложили в программу СПСС, она вам выдала еще красивый вариант, и вы это все выдаете на гора. И все это эмпирические методы. Давайте СПСС тоже расшифруем. СПСС это программа, которая занимается анализом количественных данных текстового материала. Обратите внимание, что эссе вашей работы могут прогоняться через такие программы. Совершенно верно. Один из вариантов СПСС это программа антиплагиат, через которую прогоняются в том числе сейчас все диссертационные исследования. Это обязательно. там очень простой маркер. Количество цитирований и количество заимствований. И есть позитивный маркер, есть нейтральный маркер, есть негативный маркер. Позитивный маркер это когда у вас нет цитирования, это ваш текст. Если объем вашего текста более 80%, эта работа автоматически признается самостоятельным научным исследованием. Вообще без цитат обойтись невозможно. Даже то, что вы цитировали. Конечно. это вы демонстрируете хотя бы понимание того, что есть в науке. Если вы житель планеты Земля, то, наверное, зацитировать все-таки нужно. Конечно. Есть негативный это когда цитируют без ссылок, без сносок и выдают это за свое. Это прямой плагиат. На самом деле это преступление. В том числе и преступление против исследования. Я очень не рекомендую этим пользоваться. Вскроется. Я за свою жизнь прочитал всего две работы, которые были работами-плагиатами. Они были очень хорошие, но первую работу я абсолютно четко знал, у кого списали большую часть. Я вынужден был на нее дать отрицательный отзыв, к сожалению. А вторую работу это был очень известный человек, которому из-за того, что доказали, что это плагиат, ему пришлось бросить свою работу. и он очень сильно навредил своему собственному имени, своему имиджу. И очень сильно подпортил себе будущее. Поэтому вот этого делать не рекомендуется, это не нужно. И, наконец, есть методы, которые более высокого уровня. То есть, есть эмпирические, есть теоретические. вы можете использовать то, что уже было достигнуто до вас, уже есть теория, доказанная многолетней практикой эмпирическими исследованиями, и использовать эти методы. Дедуктивные, гипотетические, экспериментально-теоретические построения и так далее. Все это тоже, в общем-то, можно отдельно не описывать, если это не тот метод, который вы придумали. Вы сэкономите массу времени. Просто укажите, что вы использовали это, это, это. Можете еще дать ссылку, что оно использовано там-то в аналогичных исследованиях, и этого будет достаточно. Описывать это все в своей работе уже не нужно. Ну и, наконец, можно поступить очень просто, как делают большинство исследователей. Они делят по отраслевому принципу, говорят, вот это методы исторические такие, вот это экономические, вот это социально-политические. И на этом, в общем-то, и останавливаются. Это может быть... Мне кажется, это и неплохо. Это и неплохо. Это тоже экономит время. Но здесь есть один такой подвох. Очень часто начинают ссылаться еще на философские методы. А вот здесь эти методы часто бывают качественными и не всегда верифицируемыми, то есть доказательными. Здесь нужно быть очень четко понимать, аккуратным, совершенно верно. Где можно это использовать, а где нельзя. и если можно еще одно пожелание просто от себя всем своим ученикам, которых я действительно считал исследователями, кто-то из них стал ученым, кто-то не стал ученым, но они в свое время занимались именно исследованиями. Я с определенного момента рекомендовал прочитать одну книжку, очень, кстати, хорошо написанную, шикарно читаемую, многими известную. Это путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль Чарльза Дарвина. То, как он описывает методы, как он исследовал, как он наблюдал, как он описывал, это на самом деле готовое пособие для того, чтобы вы могли использовать значительную часть эмпирических и очень многие теоретические и экспериментальные методы. Это биология. Но эти методы могут использоваться и в других науках. И вы, прочтя эту книгу, если правильно ее прочтете, вы сможете очень легко понять, где наука, а где не наука. Эта книга тянет на научную работу? Конечно. Несомненно. Это научно популярная и абсолютно при этом научная работа. У Дарвина было звание какое-то? Конечно. Дарвин был профессором почетным. Прочетным профессором. Да. Он отказывался преподавать в университетах, поскольку для того времени он был человеком очень состоятельным. Его дед Эразм Дарвин был очень известным доктором. Меньше известно, что он был известным также исследователем и философом. Но очень многие вещи, которые связаны с английским просвещением, связаны с именем Эразма Дарвина. Его жена Эмма Веджвуд была дочкой владелицы знаменитых Веджвудовских заводов, которые производили дорогущий фарфор. И Дарвин был человеком очень состоятельным. Ему не нужно было обеспечивать себе средства для того, чтобы зарабатывать деньги преподавательским ремеслом. Он ел из фарфоровых сервей. Я думаю, да, и спокойно это бил. При этом он, как ни странно, оказался успешным бизнесменом с точки зрения науки. Его книги замечательно продавались. Он даже здесь получал прибыль. Мы до сих пор его рекомендуем. Да, и сейчас я его отрекламировал. Может быть, потом кидаем на счет выставим. Оценят. Еще раз, это необязательная книга, но она очень полезная. Исключительно с моей точки зрения. Еще раз ее назовем. Да. Путешествие на Бигли Чарльза Дарвина. Захотелось найти эту книгу, мне честно, и прочитать. Я помню «Сервант» в детстве. У меня там было достаточно книг интересных от Альфа до Омеги. Такие справочники. И у меня стояла теория Дарвина. По-моему, даже до сих пор у родителей сохранилась. Я учусь сказать прочел всю и даже многократно. И вот сейчас еще путешествие на Бигли я прям найду ее где-то. Я как-то имел счастье, дважды перечитал дневники Дарвина. Тоже очень интересная вещь. Я думаю, что это не все дневники, но какая-то часть. Меня поразила в них следующая вещь. У нас долгое время в марксистской литературе критиковался социал-дарвинизм. Да. что вот переносятся методы биологических исследований, естественно, научных, на социальные объекты. И это неправомерно. Иногда это действительно так. И в общем, весь социал-дарвинизм на основании этого признавался уже наукой, что, конечно, далеко не всегда так. Есть исследования в социал-дарвинизме или которых относят к социал-дарвинизму, которые нельзя считать научными. Ну, они есть и в других направлениях, но там очень много рационального. Я все же хотел не об этом сказать, а о том, что на самом деле Дарвин не мог, то есть социал-дарвинисты не могли взять теорию Дарвина для основания своих концепций, потому что он взял Мильтоновскую концепцию именно человеческого общества и конкуренции внутри человеческих обществ для обоснования войны в природе и доказательства эволюции в результате противодействия различных групп, различных видов, различных популяций. Он отсюда взял из социальных наук он взял методы, которые применял в естественных науках и они работали. Друзья, Андрей Евгеньевич вспомнил про дневники. Если вы вдруг решитесь писать собственные дневники и письма, посмотрите заранее, прогуглите, что означает нарциссизм и будьте с этим аккуратны, потому что есть великие ученые, а есть просто научные работники, так что аккуратнее с этим. Это возвращаясь к академику Аганбегену. Да, он замечательный человек. И если позволите, остановлюсь еще на двух моментах, которые на мой взгляд очень важны именно с точки зрения подготовки исследования и его исполнения. Это моменты, как выявить проблему и как сформулировать гипотезу. На самом деле, это одни из краеугольных вещей, которые связаны именно с познавательной точкой зрения, с познавательным процессом. Гносеологические вещи. Как выявить проблему? Ну, на самом деле, написано много книг. я, к сожалению, не читал ни одной, которая бы дала четкий ответ, как я могу стать Нобелевским лауреатом, как я могу вот раз найти проблему и потом ее, соответственно, решить. Разные бывают. Ну, известны там казусы, когда Резерфорду дали задание, нерешаемое уравнение, которое считалось абсолютно нерешаемым, потому что оно было неверно, ему дали в университете задание на экзамене его решить, потому что профессор решил этого выдающегося студента тупо завалить. Такое бывает, он не нравился профессору. Резерфорд взял и во время экзамена решил эту нерешаемую задачу. На то он и был Резерфорд. Но это редкий случай. Это исключение от Резерфорда. Ньютону якобы упало на голову яблоко, и он после этого сформулировал сразу три закона, которые сделали его одним из выдающихся ученых. А после этого он порядка 50 лет сидел в английском парламенте и произнес всего одну фразу, судя по протоколам парламента. Закройте, пожалуйста, форточку, дует. Больше ничего не делал. Я могу такую гипотезу высказать? Если бы упало три яблока, было бы девять. С точки зрения научных методов возможно. Вот уже гипотеза сформулирована. Давайте докажем. Таким образом, вычленение проблемы это очень важный момент на самом деле. Это краеугольный момент. И он связан и с изучением того, что было сделано до вас, и с экспериментами, которые вы проводите, и с эмпирическими исследованиями, и с сопоставлением различных теорий в вашей области и в параллельных областях научного знания. но здесь очень важно, на мой взгляд, может быть, это не очень научно, интуиция. Вот просто чутье, ваше собственное чутье. Вот здесь есть что-то такое, за что можно и нужно зацепиться, вот это нужно исследовать, а вот это нельзя, или не нужно, или это нерационально. Оно, конечно, связано с вашим опытом, с наработками, но абсолютно это переформулировать, сделать компьютерную программу. Во всяком случае, пока я ничего подобного не слышал, поэтому научная интуиция и научная проблема это две связанные между собой единицы. Не бойтесь своих интуитивных ощущений, не бойтесь, они очень часто могут оказаться для вас самыми важными. Я уже упоминал про профессора Богатурова и как он меня учил делать тексты. один раз мы сидели с ним вечером в рамках какой-то конференции и обсуждали выступления тех, кто уже выступил, а у меня выступление было на следующий день или через день, я хотел обсудить свое выступление с ним, потому что мне хотелось хорошо выступить и блеснуть, предыдущие все выступали замечательно, я хотел быть не хуже, и он вдруг сказал такую вещь, которая меня поразила, какую ахинею не все несут. Я думал, что я выслушивал целый день последние достижения науки, я этого ничего не знал, и вдруг я от метра слышу, что все это абсолютный субъективизм, но под которым нет ничего научного, их интуиция подвела, потом я понял, что большая часть из них брали западные концепции, выдавали за свои, и говорили, что вот они этого достигли, он был знаком к этому времени с ними, я нет, и я, открыв рот, извиняюсь, впитывал в себя эту новую информацию, для него она была уже вчерашним или позавчерашним днем, и когда наконец дошло до моего исследования, в котором там исследование касалось международной торговли, он сказал, о, так это же отлично, я говорю, ну так тут же ничего нет, он говорит, они ничего не поймут в твоем исследовании, все будут очень очарованы, когда я выступил, подошел к какой-то молодой человеку, я уж не помню, как его звали, видимо, такой же по возрасту я тогда тоже был молод, и сказал, классно, как вы выступили, особенно, говорит, мне вот там про руду и про верблюдов понравилось, если честно, я там не помню, что было про руду и про верблюдов, но я понял, что он ничего не понял, и именно поэтому ему было интересно, он услышал что-то новое, что не вписывалось в его рамки, обращайте внимание на новое, и если для вас это неизведано, очень большая степень вероятности, что это может быть неизведано и неизвестно и другим, казусы, нестыковки, ошибки, о чем мы говорили, у вас прошел неправильный эксперимент, вот это то, на что следует обращать внимание, я вдруг вспомнил один случай из советской практики производства, ну, изобретения сначала станков, это такие узкие станки для ювелирных изделий, для обработки алмазов, два ученых делали исследования и шли сначала по одному и тому же пути, они старались минимизировать потерю алмазов, самые лучшие шлифовальные круги, где использовали искусственные алмазы и прочее, 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 такая абсолютно понятная стандартная схема, и оставалось очень много отходов, которые образовывались в результате того, что воздействовали другие силы, кроме трения, электрические разряды и так далее, вдруг в определенный момент другой ученый понял, что вот это то, что остается за бортом и может быть очень важным, и он построил новый на основе использования именно электрических зарядов, и тогда отходов стало оставаться намного меньше, а степень обработки оказалась намного чище, но и главное, это экономически выгодно, ну и в общем-то и то, и другое исследование приводили к экономии денег, просто один сэкономил меньше, другой больше, и один использовал традиционные методы, а другой вдруг из каких-то ошибок вывем, что можно вообще пойти иначе, и поэтому я еще раз хочу сказать, интуиция, наблюдение, собственные мироощущения здесь очень важно, и вместе с тем вы должны обращать внимание еще один совет на параллельной области, вы можете идти в одном направлении, казалось бы, все вам известно, как это делать, а в параллельной области, в другой научной сфере идут по-другому, и если вдруг использовать их инструментарий, то вы можете прийти абсолютно к другим выводам, и наконец третья вещь, которая вот уже абсолютно от себя, постарайтесь выйти за рамки того, к чему, на что направлено ваше исследование, у вас есть предмет, у вас есть объект, вы их определили, а попробуйте вот на какое-то небольшое время выйти еще дальше и взглянуть на это как бы со стороны, может быть, бросьте там неделю, не занимайтесь вообще этим, дайте кому-то почитать, посмотрите со стороны, а что тут вот может быть еще такого, чего раньше не было. Я могу привести примеры собственной практики. Я исследовал как раз вопросы международной торговли, это одна из тем была моя кандидатская диссертация один из разделов международной торговли трансграничной через центральную азию между Россией, Россия выступала транзитной территорией через центральную азию Россию между Китаем и Европой. И то один маршрут был доминирующим, то другой маршрут был доминирующим. Целые научные школы московская или питерская спорили, что вот Рыжкова говорила так и ее исследователи, что вот через кихту это основное направление потому, что здесь вот такие-то транспортные коммуникации, еще что-то. Ей другая школа во главе с Панкратовой говорила нет, это не так, через Оренбург, через вот Среднюю Азию шло основное направление и дальше соответственно первая говорила в Англию, вторая говорила во Францию. Ну и то и другое читаешь очень доказательно. Огромный массив статистики, смотришь таможенные ведомости, очень много информации. А почему же разное оказывается здесь так, здесь так. И вдруг я прочитал работу, маленькую, кстати, работу, которая была посвящена противодействию Франции во взаимоотношении России и Великобритании. Что они делали на Востоке, как они забрасывали поддельное золото, фальшивые российские ассигнации, как они пытались заключить союз то с нами, то с какими-то другими странами. Наконец, знаменитая работа Торле по континентальной блокаде. И я вдруг понял, что вот этот вопрос, который исследовали целые две научные школы, он на самом деле ничего из себя не представляет. Торговля не зависела от маршрута в принципе. Важно было доставить товары из Китая в Европу. Они могли идти по морю. Когда море было закрыто, Англия доминировала, Франция старалась получить эти товары в первую очередь транзитом. А для Англии транзит через Россию был вообще не нужен. Она его использовала просто как маленький инструмент, чтобы держать союзнические отношения с Россией. А Россия для меня-то изначально и для других исследователей это был главный субъект в этой торговле. Оказывается, что она была вот таким малюсеньким субъектиком всего-навсего. Она потом стала субъектом. А здесь просто вот территория как сейчас Украина с нефтью. Вот проходит через нефть и газ или не проходит. Примерно то же самое и тогда с товарами с поставками из Востока. После этого я в общем-то написал совсем короткий раздем, в котором показал что есть это это и это но никакие факторы о которых предыдущие исследователи писали не работают. просто потому что определяется большими сейчас бы сказали глобальными внешнеполитическими процессами. И две научные школы закрылись? Нет, никуда они не закрылись просто они слишком сузили предмет. А я даже не думал его расширять потому что мне казалось это не нужно. Но мне было интересно я прочитал какие-то книжки и вдруг понял что я ошибался. И они в конечном итоге ошибались не в конкретных вещах а в общих выводах поэтому постарайтесь иногда выходить за рамки своего исследования может быть вам даже кто-то подскажет ну и несколько таких практических подсказок как нужно сформулировать проблему сначала вы должны сформулировать собственно проблему для себя как вы ее видите в чем именно проблема потом будете корректировать дальше вы должны ну для большинства это работает какой была бы идеальная модель чтобы разрешить эту проблему это может быть явление это может быть процесс это может быть какое-то взаимодействие что тоже в общем-то вариант процесса наконец вы должны показать чем отличается идеальная модель от той которая была на практике и после этого вы сможете ну или во всяком случае это даст уже значительное основание почвы для того чтобы сформулировать собственную проблему вот некий эталон хотите это можно назвать идеалом модель которую вы создали которая могла бы быть эталонной на практике вот так что разница за счет чего и вот здесь проблема проблема находится в противоречии когда есть противоречия там скорее всего есть проблема которую можно изучить я думаю что тут у меня есть некоторые практические примеры ознакомятся с ними наши ну может хотя бы один докторанты ну хорошо пример связанный с тем как определяется я расскажу исследование моего бывшего студента Игоря Кокоткина он кстати получил за это исследование я очень горжусь я был научным руководителем медали вариста голова это французский математик а он был Кокоткин был социологом ну вот как-то мы с ним вместе нашли общий язык в университете и так очень приятно взаимодействовали он написал очень коротенькую работу которую обозвал ну так модно прозападно бюджет бомжа казалось бы вот что там можно найти какую проблему а он провел маленький эксперимент совсем идиотский сам побыл бомжом да ну почти он сделал две вещи он посмотрел что делают бомжи они ходят и собирают бутылки он пошел по парку и начал собирать бутылки а потом сдал их и посчитал сколько денег у него в результате этого образуется дальше он подошел к представителю представителю этого сообщества и стал спрашивать вот сколько они соответственно на подаяниях еще что-то что они могут украсть они ему там кто-то честно рассказывал кто-то ничего не рассказывал кто-то пытался позвать каких-то знакомых которые гоняли Игоря но он в целом как бы сформировал доходную часть потом он начал думать а какова расходная часть доходная часть оказалась ниже среднепрожиточного минимума а вот расходной части практически не оказалось потому что даже еду они все почти всегда получали когда он это сделал он вдруг неожиданно проанализировал там доходы в этой части в этой части сравнил с имеющейся статистикой и вдруг понял что бомжи для российской федерации люди весьма состоятельны с доходом выше среднего да ну понятно что могут быть отдельные коррумпированные организации которые это превращают уже в отдельный бизнес и так далее но он сформулировал проблему что он сформулировал в целом две проблемы первая проблема это то что при изучении никогда не думают это очень простая проблема да что все понимают вот она доходная часть а вторая часть расходная ее никто даже не думал брать просмотрел а для того чтобы понять бюджет разницу доходов и расходов нужно брать две вещи ну это аксиома для бухгалтера бомжи более обеспечены чем студенты даже более чем средний пролетарий рабочий и вторая вещь к которой он пришел это тоже важная вещь что на самом деле никто не пытается заниматься такими вещами потому что у людей есть некое отвращение к самой проблеме им не хочется копаться не в грязном белье а просто реально там общаться с людьми которых другое состояние они могут быть действительно грязными они могут быть выпившими люди в том числе исследователи они как-то вот дистанцируются от этой проблемы игнорируют ее а проблема то там есть ее даже особо искать не нужно было просто к ней не хотят подходить но это не значит что проблемы нет и вот за это исследование которое там заняло порядка 20 страниц он получил награду друзья у вас есть такие возможности да и кстати вы можете есть не исследованные ниши можете продолжить это исследование поскольку потом он к этой теме больше насколько я знаю не обращался ну кстати ссылаясь на собственно да он дальше занялся там пошел в бюрократы вроде бы у него все хорошо он нашел там свою стезю ну вот пример как вы хотели очень интересный пример я не зря не зря видимо спросил да и есть еще шаблоны шаблоны во многих исследованиях используются шаблоны особенно это касается социологии при таком-то 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 при показателях скажем по шкале Терстоуна вы можете получить такие-то выгоды выход данные это будет означать то-то уже есть готовые шаблоны вы только вписываете сколько там у вас процентов какие корреляции в этих шкалах и что собственно вы исследовали а там на самом деле хоть вы исследовали политические организации студенческие сообщества ассоциации менеджеров среднего звена или еще чего-то там бомжей это все социальные группы эти методы апробированы они работают для всех и поэтому для этих методов уже даже есть готовые шаблоны это вам сэкономит время и это ни в коем случае не будет означать ненаучность потому что вы эти исследования тоже проводите но по готовой методике бери и пользуйся бери и пользуйся конечно ну и еще один момент на котором я хотел остановиться это гипотеза гипотеза это очень важный показатель заинтересованности вас в самом процессе познания я тут думал как можно сдобрить это вот все и залез вот вы спрашивали залез в историю анекдотов нашел там такой анекдот открыл философ бутылку оттуда вылетает джин я всемогущий джин ты освободил меня какой же ты всемогущий если не смог сам из бутылки освободиться я выполню любые три твоих желания создай камень который никто не сможет поднять странное желание пожалуйста какое твое второе желание подними этот камень сдаюсь я не всемогущий джин я пойду обратно в бутылку буду тренироваться вот я ведь правильно говорил что ты не всемогущий правильно но бесполезно да но бесполезно про бесполезно оставим но ученый сформулировал гипотезу что джин не всемогущий избрал методы метод какой метод от противного в данном случае а что было бы если бы он этого не сделал исходя из этого метода он построил модель а модель связана с тем что есть вещи которые выполнить нельзя и при заявлении что ты можешь все а это выполнить нельзя возникает что проблема проблема большое противоречие и отсюда гипотеза что он не всемогущий такая же вещь из спинок я помню да можно построить ну как вариант как это обосновать на самом деле для того чтобы выдвинуть гипотеза это научное предположение которое базируется на наблюдении которое базируется на теоретических знаниях нужно выдвинуть такое предположение которое будет как минимум правдоподобным то есть выдвигать заведомо неправильные предположения чаще всего бессмысленно наверное иногда имеет смысл как раз господин Гофман говорил на организацию надо иметь одного дурака я говорю зачем а он говорит будет наталкивать других на умные мысли в этом есть какое-то рациональное зерно вот для чего берут выпускников PHD в том числе я думаю они как раз большинство составляют я к тому что на самом деле критическое мышление взять того же Волта Диснея вот этот подход мечтатель критик реалист вещь полезная потому что если вся организация увлекается какой-то гипотезой идет потенциально в тупик и появляется человек который действительно способен мыслить мыслить научно он может задать всего лишь один вопрос тем самым остановив организацию буквально от шагов бездну совершенно верно и таким образом гипотеза это опять же инструмент проведения научного исследования формулируя гипотезу вы предполагаете что вы можете каким-то образом сформулировать цель и задачи а сформулировав цель и задачи вам нужно их решать то есть есть задача значит уже сформулирована проблема нужно ее решить и очень часто формулирование гипотез все-таки у людей обычно есть значительная базис прежде чем они приступают к конкретному исследованию и они уже предполагают что могут прийти к определенным выводам ну скажем такое исследование было достаточно давно оно было проведено и казалось бы никакого отношения не имеющие к процессам социально-экономического развития связанным с модернизацией и индустриализацией общества и так далее исследовали рацион питания по регионам вдруг выпили ну там не вдруг а вот постепенно сменяется мясной рацион растительной пищей если икрой пока вот мы говорим об этом для тех кто исследовал собственно этот процесс это абсолютно ничего не значило потому что они просто фиксировали явление да доминировало доминировал один способ один рацион и вдруг стал другой а вот для тех которые исследовали вопросы связанные с модернизацией к переходам к индустриальному обществу это оказалось очень важным фактором то есть люди уходили от экстенсивных способов ведения хозяйства которые для них давало там отгонное скотоводство и так далее которые требовали больших площадей переходили к пище которую они сами не производят а закупают и она оказалась дешевле белок пусть он и хуже может по качеству но дешевле и соответственно они уже были готовы отказаться от старого хозяйства и они готовы постепенно переходить они уже движутся в сторону индустриального общества они готовы работать как наемные работники на производственных предприятиях и то есть то исследование дало серьезную базу для формулирования гипотезы больше того для формулирования прогнозов о том куда целесообразно переносить производственные предприятия потому что там будет достаточно трудовых ресурсов оказалось что это очень важное исследование которое первоначально казалось имеет очень узкий мало кому интересный и малозначимый результат но Андрей еще вопрос со стоимостью моркови которая так сказать выше стоимости бананов сейчас сразу же ставит в число актуальных вопрос выгодно ли сейчас выращивать морковь получается на приусадебном участке я на своем приусадебном участке я так очень относительно в первую очередь теща надежда петровна выращивает морковь не выращивает выращивает там горох фасоль кабачки она должна знать что это выгоднее чем выращивать бананы нет вот я хочу сказать что это гораздо дороже получается чем купить дорогую в магазине морковь этим кушать вкусно и полезно именно поэтому и пользуемся тем что растет перед домом на даче когда есть такая возможность то есть здесь уже речь идет немножко о другом что касается моркови ну два объяснения очень простых первое объяснение это то что мы являемся частью международного рынка давайте не будем забывать об этом хлеб зерно зерно сахарное свекла еще что то оно идет на экспорт по другим ценам морковь тоже им не выгодно продавать здесь а чтобы стало выгодно продавать здесь они хотят получать маржу прибыль хорошую они будут выставлять большие цены если здесь за большую цену не покупают они будут продавать туда у них есть рынок сбыта второй момент который и это одно из последствий того что мы вовлечены в глобальный рынок вы понимаете Андрей Юрьевич у нас по внешней торговле у него целая научная работа поэтому с морковью мы сейчас а вторая вещь которая связана и это тоже нужно понимать и это может быть связано в том числе с дачами какие методы используются для выращивания в Германии если стоит значок эко био то соответственно там стоимость будет стоять в 2-3 раза выше и это никого не смущает потому что в нее вложили другие ресурсы она стоит других денег вместо гербицидов там использовали ручной труд выдергивали это деньги это деньги на зарплату сотрудников а вместо калийных удобрений там использовали навоз соответственно больший по объему более затратный и так далее деньги оказались другими и может быть это морковь ее себестоимость она на самом деле выше себестоимости бананов которые растут в другой среде на вулканической породе где практически не нужно удобрения и даже с учетом огромных транспортных издержек стоимость может оказаться ниже мне все время понравилось читать об одном кейсе я не помню то ли Австрия то ли Германия когда фермер начал замешивать разные виды растений семена и высеивать их ну как бы подбирая получается растений которые не являются антагонистами то есть ну не губят друг друга и насколько интересно было то есть у него например созревала сначала вот морковь вот в этой в этом винегрете да он выдергивал морковь затем соответственно какой-то следующий корнеплод и он доказал что вот именно такое сочетание когда каждый сорт забирает из почвы какой-то определенный так сказать минерал да и так далее оно более ну экономически обосновано но правда не для промышленных масштабов это мы понимаем потому что обрабатывать это все очень тяжело а вот приусадебные да я слышал даже кто-то начинал бизнес то есть продавая вот эти самые правильные сочетания ну то есть там да по сортам собственно там с инструкцией как рассаживать мне было это интересно но сам я к этому не приступал вот почему-то прям вот с учетом стоимости моркови захотелось попробовать спасибо огромное ну и движемся дальше да движемся дальше когда вы сформулировали гипотезу когда вы выявили проблему и сформулировали гипотезу вам нужно доказывать вашей версии это отдельные темы и их мы будем наверное уже изучать и обсуждать в рамках конкретных исследований которые будут проводить докторанты Сингапурской Академии менеджмента здесь же мы затронем вопрос о как правильно структурировать информацию в соответствии с состоящими задачами если очень коротко то каждая задача чаще всего это отдельный раздел вашей работы условно там в работе два параграфа две главы три параграфа вы сформулировали шесть задач этого достаточно их может быть четыре пять шесть это нормально если вы сформулировали двести задач вы их не сможете в рамках одной работы выполнить даже докторской диссертации это должен работать целый академический институт поэтому соответственно вам нужно в соответствии с этим выстраивать и структуру вашей работы по сути вы сформулировали задачи у вас уже почти готовы названия ваших параграфов ну или наоборот вы уже что-то там сделали у вас готовы название ваших параграфов вы обобщили то что сделали после этого вы можете сформулировать о какую задачу вы при этом выполняли но они должны быть абсолютно точно взаимосвязаны ну и естественно вы должны очень четко грамотно и не растекаясь мыслью по древу кратко изложить основные выводы суть вашей работы конечно вы сделали очень много и вам хочется рассказать все что вы сделали сделайте это в другом исследовании сделайте это в дневнике сделайте это в мемуарах в публицистической статье здесь вы должны выполнить требования технические требования в том числе и по объему поэтому обращайте на это внимание и выводы должны быть определенные короткие связанные со структурой причем у вас выводы в конце каждого раздела должны быть но кроме этого в заключении у вас будут отдельные выводы они должны перекликаться но заключение это не прямое копирование того что есть в выводах в самой работе это отдельная тема когда вы сделаете всю работу вам нужно будет еще сделать либо краткое эссе для PHD либо вам нужно будет сделать выжимку которая тоже будет отдельной работой так называемый автореферат для кандидатской диссертации у них тоже есть отдельные требования это тоже отдельный вид работы я думаю что для тех кому это будет действительно актуально и необходимо мы будем индивидуально рассматривать все эти вопросы да и поможем мы можем временно попрощаться с нашими уважаемыми слушателями докторантами будущими Андрей Юрьевич я вас благодарю на самом деле очень структурировано с интересными историями кейсами с юмором я получаю огромнейшее удовольствие от общения работы с вами я тоже очень интересные комментарии дополнения и вам коллеги желаю успехов и ждем вас с сингапурской академии менеджмента на программах PHD с сингапурской сингапурской